Когда беда, щенячий патруль спешит на помощь. Посмотри, домик маршала превращается в пожарную машину с настоящей сиреной. Маршал Чейз, мы уже в пути. Машинки-спасатели. Щенячий патруль от Спинмастер. Привет, ребята! Я Береляка Первый, король забытых вещиц и потертых лоскутков. А также принц-королевство оторванных пуговиц и пустых консервных банок. А еще с недавних пор я занимаю должность директора театра скрипучих сапог и унесенных ветром в шляп. А я растрепанная принцесса Инесса, баронесса бархатного занавеса и театральных биноклей, Плакса и Клоунесса. Поле-поле, Фрося-фрося. Сорняки выносит Фрося. Здравствуйте, мадам Шляпа. Здравствуйте, мадам Шляпа. Это унесенная ветром шляпа моей двоюродной тетушки. Мадам Шляпа открыла в себе актерский талант и наотрез отказалась возвращаться на голову тетушке и стала выдающейся актрисой в моем театре. Приветствую вас, а я уже готовлюсь к выступлению. О, сейчас мы будем говорить скороговорки. Они необычайно полезны. Мы произносим их быстро-быстро, но при этом учимся говорить красиво, медленно и не съедать окончание слов. Обязательно повторите вместе с нами, ребята. Да, 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 не ленитесь. Итак, приготовились. В поле-поле, Фрося-фрося, сорняки выносят Фрося. А теперь, Инесса, повтори вместе с ребятами так, будто вы задаете вопрос. Ребята, приготовились. В поле-поле, Фрося-фрося, сорняки выносят Фрося. Ребята, повторяйте вместе со мной. В поле-поле, Фрося-фрося, сорняки выносят Фрося. В поле-поле, Фрося-фрося, сорняки выносят Фрося. Первый звонок. Это значит, что нужно собирать остальных актеров. Я и в самом деле очень возмущен. Сейчас я буду беспощадным директором театра. Разбудим моих актеров звуком отбойного молотка. Вдры-вчах-вчах. Вдры-вчах-вчах. Вдры-вчух-вчух. Вдры-вчах-вчах. Кто за шум? Немедленно прекратите. Я возмущен. Я очень рад вас видеть, ваше мериляжество. Да, он тот же. Сапог хороший актер. Но хочет, чтобы публика замечала только его. Когда-то он играл правый сапог кота в сапогах. И все время перетягивал на себя внимание. Бам-бум, бам-бум. Немедленно прекрати. Будем всех будить звоном колокольчика. Ребята, звоните вместе с нами. Дин-ти-ли-ли-ли-ли-ли. 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 Надеюсь, никто не сидит в тишине перед телевизором. Шумим вместе и с пользой. Дин-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Кто там? Кто там? Вечно эти шупики. Позвонят и убегают. Театральное привидение может обидеть каждый. Только не в моем театре некто. Я такого не допущу. Так вы знаете. Все в сборе, кроме дедули Тапка. Разбудим его громким тиканьем часов. Тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-тик-так-ти Не верю, не верю, не верю. Разве так бьют настоящие часы? Учитесь. Бим-бим-бим. Бум-бум-бум. Ясно? Ясно. Время собираться на разминку. Время идет. Тик-так, тик-так, тик-так. Директор театра Береляка, вы готовы к актерской разминке? Конечно, мадам Шляпа, конечно. Ребята, обязательно делайте упражнения вместе с нами. Я буду называть профессии и занятия людей, а вы их будете показывать. Шофер, ваша машина сломалась, и нужно ее завести. Я подтолкну. Я подтолкну. Дворник, вы стараетесь подметать тихо-тихо, чтобы никого не разбудить. Тихо. Тихо. Это вы тихо. А я буду громко. Да тихо, вы разбудите пять утра на улице. Вы что? А теперь вы школьник, который бежит домой после уроков. Школьник, бегом. На автобус, на автобус. Скорей. Отойди. Мама. Мой автобус. Мама. Мой автобус. Мама. Это второй звонок. Пора на репетицию. Мы здорово размялись. На репетицию. Господа актеры, сегодня мы придумаем и отрепетируем наше представление, но сначала важное сообщение. У нашего сапога день рождения. Ура! Ваше директорство, вы не забыли? Вы получили все 50 моих напоминаний? Мы подготовили для тебя подарки. О, как это неожиданно! Дорогой сапог, я дарю тебе самый лучший подарок. Книгу. В ней собраны высказывания всех самых известных актеров. Да уж, мадам шляпа. Спасибо, так спасибо. Надеюсь, дарственной надписи там нет. А то ведь и не передарить тогда. Мадам шляпа старалась, подбирала подарок. А сапог ей так высокомерно ответил вместо благодарности. Как некрасиво с его стороны. Ну что ты, сапог. Вот я дарю тебе пышный помпон. А вы к плетю. Точно с таким же я блистал на сцене лет сто тому назад. Ясно, ясно. Ага. Следующий. Надеюсь, есть хоть один нормальный подарок? А ведь дедулю Тапка сапог и вовсе не поблагодарил. Это уже полное безобразие. А у меня для тебя тоже подарок. Это корона из золотой фольги от шоколадных конфет. Могла бы быть ты из настоящего золота. Как некрасиво. И это вместо благодарности. Сапог. А от меня в подарок самая роскошная из всех моих побитых молью мантий. Это я даже разворачивать не буду. Только расчехаюсь от моли и пыли. Все, хватит, сапог. Мы хотели тебя порадовать, поздравить с днем рождения. А ты всех обидел. А раз так, не будет у тебя подарков. Что? Нет! Только не это! Верните! Это мои подарки! Вы не имеете права! Сапог, ты сам виноват. Надо было быть вежливее, поблагодарить всех за заботу и искренне сказать спасибо. И даже если подарок не нравится, не показывать эту. И что же я теперь без подарков останусь? Дам тебе шанс. Свой подарок я еще не подарил. Он не исчезнет. Дарю тебе главную роль в пьесе «Волшебный тапок». Филяка, о чем пьесы? Какие у нас роли? Самый лучший рыбак королевства, это я, поймал в море волшебный тапок. Это дедуля тапок. И принес его королю. Тебе, зовут. И оказалось, что тапок может выполнить три желания короля. Три желания? Да. Три новых подарка. Вот я разгуляюсь-то. Инесса, ты будешь играть жену короля, вы мадам шляпа придворной Фрейлину, а некто советника короля. Скорее начинаем! Третий звонок. А я не успел предупредить сапога, если он будет грубить и не скажет спасибо, роль обернется против него. Я сапог блестящий, первый и единственный, кто ко мне явился без доклада. Если по пустяку потревожили, казню и помилую. Приветствую вас, ваше величество. Это я, ваш придворный рыбак Береляка. Выловил чудо чудное. От вас скрывать не стану. Ну, показывай, что там у тебя, рыбак. Эээ, бонжур. Я волшебный тапок. Плавал на волнах сто лет, три года, три дня. Совершенно протрог, промок до нитки. Хе! Ха-ха-ха-ха! Не-не, да слушайте, ваше величество. Чего? Выловил меня вот этот ваш рыбак. И теперь, в знак благодарности, готов я выполнить любые три желания. О! О! Ну, это совсем другое дело. Слушай-ка, волшебный тапок. Так, мое первое желание, мое величество, король сапог, желает сундук с золотом. О! Хм, да. Нет, нет, стоп, стоп! Два сундука. Нет, даже три! Вот! Ха-ха-ха! Так. Эх, и почему я сто сундуков не попросил, а? Ну, ничего, мне осталось еще два желания. Ваше королевское величество, я же ваша королева. Загадайте для меня диадему из морских звезд. Вот еще, но, да. А мне, вашему главному советнику, нельзя ли за долгие годы добросовестной службы бархатную шляпу с огромным пером? А я бы, ваше величество, как ученая придворная дама, пожелала бы новую библиотеку. О! Ишь ты! Библиотеку икс пером! Теадему со звездой! Ха-ха! Будет у вас свой волшебный тапок, тогда и желайте! Ха-ха! Еще какие! Сколько вылезет? А я, а я желаю, желаю, желаю султук с золотом! Вот! Да! Ха-ха-ха! Получите, как заказывали! А-а-а! 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 Почему я, почему я сказал султук? Я же, я же хотел сто! Да? Да, кажется, сапог так и не усвоил урок. Он ни разу не сказал спасибо, но у него есть последний шанс. Ваше величество, а не хотите ли потратить третье желание на благо королевства? Или хотя бы отблагодарить рыбака? Надо подумать! Так, думаю, 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 О, надумал! Не хочу! Нет! А хочу я, чтобы волшебный тапок во всем меня слушался и был у меня на посылках! Ну, уж нет! Сэм-уа! Да чтоб заслуженный ветеран стены великий актер! Я имел в виду волшебный тапок! Никогда не будет на посылках у кого-то там сапога! Никогда же мы! А! Пропало! Всё пропало! Советник, жена королевы, рыбак, учёный, придворная дама! Что же нам теперь делать-то, а? Не нам, а вам! Мы все уходим из вашего королевства! Да! Да! Стойте! Стойте! А как же? А что же? Я не хотел! Эх, назад уже ничего не вернуть! Совсем я один остался! Не один ты! Я с тобой останусь! А? Да! Да? И ты будешь исполнять мои желания? Уж теперь я всё понял, я буду вежлив, за всё тебя благодарить буду, да? Не за что, я просто больше ничего для тебя делать не буду! Да, да! Ха-ха-ха! Базарь, а зачем же ты тогда со мной остаёшься, а? Возраст уже не тот, в волнах плескаться. Я лучше буду спать в твоём замке. Смотри только, потревожишь тебе хуже. Ведь, как говорится, не буди волшебный тапок, пока соним усадок. король сапог все потерял, остался совсем один. Нет, даже хуже, со злым спящим тапком. А все потому, что он был неблагодарным. А вы, ребята, никогда не забывайте сказать спасибо. Ведь никому никогда не захочется быть похожим на короля сапога. До новых встреч на театральных подмостках. Всегда ваш Переляка I, король и директор театра несчастного короля сапога и мудрого волшебного тапка. Присылайте нам сказки собственного сочинения, и мы их поставим в нашем театре. И обязательно напишите роль для меня, вашей растрепанной принцессы Инессы, Плаксы и Клоунессы. Пока!